Я бы сразу хотел попросить извинения у горожан в связи с неудобствами, которые возникнут от перекрытия мостового сооружения. Но это вынужденная мера. Необходимо проводить своевременно планово предупредительные мероприятия для того, чтобы не допустить, чтобы мостовое сооружение стало аварийным и по нему бы пришлось перекрыть движение на более продолжительный срок и проводить уже аварийно-восстановительные работы, которые значительно по цене вопроса и по продолжительности выполнения работы. Мы обращались в Край за выделением средств на проведение планово предупредительного ремонта по этому сооружению. Край нам дополнительно выделил 5 миллионов рублей. На эти цели из городского бюджета выделено 3,5 миллиона рублей. И средства поступили, доведены до администрации города 24 июля. 1 августа мы разместили контракт в соответствии с 44 ФЗ о закупках. К сожалению, на первую закупку никто из подрядчиков не вышел, не изъявил желания работать. 21 августа мы разместили второй аукцион. Подрядчик вышел, выиграл этот аукцион. Мы заключили с ним в соответствии со всеми процедурами. 8 октября договор, контракт на выполнение этих работ. В рамках этого контракта будет выполнен ремонт подъездов к мостовому сооружению, будет выполнен ремонт мостового полотна, в рамках которого будет заменен бортовой камень, восстановлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы деформационные швы, также будет выполнен ремонт тротуара, ремонт перильных ограждений, будут установлены новые леерные ограждения между тротуаром и проезжей частью, будет выполнен ремонт опорных сооружений. Подрядчик у нас вышел, который имеет достаточно хорошую репутацию. Мы надеемся, что контрактом предусмотрено выполнение работ в течение 45 дней. Вчера глава встречался с подрядчиком лично. Подрядчик будет проводить мероприятие, чтобы сократить срок максимально выполнения работ, для того, чтобы меньше затруднений было жителям города. Продолжение следует...